28 декабря 1956 года двое из семерых детей Джозефа и Лоретты Граймзов, Сестры, 15-летняя Барбара и 12-летняя Патрисия, решили сходить на фильм «Люби меня нежно» с Элвисом Пресли в главной роли в кинотеатре Брайтон-Парк. Барбара и Патрисия были неразлучны. О них очень хорошо отзывались и в средней школе, и в старшей. Они обе были большими поклонницами короля рок-н-ролла и совсем недавно вступили в его фан-клуб. Сестры уже в 11-й раз решили сходить на этот фильм. Настолько сильно он им понравился. Из дома они вышли в 19.30 и предупредили маму, что вернутся до полуночи. Кинотеатр Брайтон находился в полутора милях от дома девочек. На момент выхода из дома у сестер при себе было около 2,5 долларов, причем на покупку двух билетов должно было хватить 50 центов. В этот день в кинотеатре был сдвоенный показ. То есть по одному билету можно было посмотреть сразу два подряд идущих фильма. Точно неизвестно, как именно сестры добрались до Брайтон-Парка. Хотя ранее они ходили туда пешком, либо ездили на автобусе. Одноклассница Патрисии позднее расскажет, что она вместе со своей младшей сестрой на сеансе сидела позади сестер Граймс. Но одноклассница с сестрой решили уйти в перерыве после первого фильма. В 21.30. Последний раз они видели сестер Граймс в очереди за попкорном. Обе девочки находились в приподнятом настроении. Никаких странностей в их поведении замечено не было. Барбара и Патрисия оставались на второй показ фильма «Люби меня нежно». Поэтому домой они должны были вернуться где-то в 23.45. К полуночи девочки так и не вернулись. Тогда их мама Лоретта послала двух других своих детей, 17-летнюю Терезу и 14-летнего Джоуи, на ближайшую к их дому автобусную остановку, ждать возвращения сестер. Брат с сестрой встретили три проезжавших автобуса, но сестер не было ни в одном из них. После этого они решили вернуться в дом. Тем временем Лоретта звонила домой подругам своих дочерей, чтобы узнать, не остановились ли ее девочки у кого-то из них. Но когда Лоретта увидела, что Тереза и Джоуи возвращаются домой одни, она отправилась в отделение полиции Чикаго и написала заявление об исчезновении дочерей. Это было 29 декабря в 2.15 ночи. Исчезновение сестер Граймс послужило началом крупнейших поисков пропавших без вести, которые были зафиксированы в округе Кук, штата Иллинойс. Поиски в черте города были развернуты моментально. В них участвовали сотни полицейских. В подкрепление к полицейским округа Кук были приданы коллеге прилегающих районов. Была сформирована оперативная группа, которая занималась исключительно поисками сестер и ничем другим. Также к поискам подключились сотни местных добровольцев. Полиция обошла каждый дом в районе Брайтон-парк, где располагался кинотеатр. Были проверены многочисленные каналы и реки. Кроме того, по домам были разосланы более 15 тысяч листовок, а прихожане церкви, которую посещали сестры, собрали тысячу долларов в качестве награды за помощь в определении местонахождения девочек. В результате скоординированных действий полиции и неравнодушных граждан были проверены 300 тысяч человек, из которых две тысячи были подвергнуты наиболее тщательным допросам. На двух человек пали серьезные подозрения. Однако впоследствии все обвинения с них были сняты. Один мужчина сообщил, что его вынудили дать признательные показания после многочасового допроса. Об этом мы еще поговорим в дальнейшем. Несмотря на усилия полиции и обширное освещение и исчезновение в средствах массовой информации, было получено мало вещественных улик. Хотя несколько подростков, которые находились в Брайтон-парке 28 декабря, сообщили следователям, что сестры сначала разговаривали, а затем сели в машину к молодому человеку, внешне похожему на Элвиса Пресли. По описанию, автомобиль этого человека был похож на Меркьюри. И еще до создания оперативной группы, и вопреки мнению родителей, некоторые исследователи первоначально предполагали, что сестры сбежали из дому. Хотя к 31 декабря лица Патрисии и Барбары были напечатаны на первых полосах газет, всерьез на их исчезновение начнут обращать внимание только спустя неделю. Тем не менее, в газетах были напечатаны многочисленные призывы к девочкам, чтобы те вернулись домой, а также призывы к возможным очевидцам их исчезновения – обратиться в полицию. В результате о многочисленных предполагаемых наблюдениях сестер сообщалось в полицию уже 9 января. И в этих сообщениях часто описывалось, что одна или обе девочки были замечены на различных производственных предприятиях города. Эти наблюдения подтвердили первоначальные теории нескольких следователей о том, что девочки решили покинуть дом по собственному желанию. Часто проскальзывала версия, что сёстры могли отправиться в Нэшвилл, штат Теннесси, на концерт Элвиса Пресли. Или же, что они решили попросту покинуть родительский дом, подражая образу жизни Пресли. На предположении, что дочери могли быть похищены, Лоретта заявила, «Если кто-то удерживает их, пожалуйста, разрешите девочкам позвонить мне. Я готова великодушно простить похитителей». 19 января 1957 года Грейсланд, резиденция Элвиса Пресли, выпустил телеобращение к сёстрам. «Если вы истинные поклонницы Пресли, вы отправитесь домой и облегчите переживания вашей матери». Элвис также делал обращение к сёстрам Граймс по радио, убеждая девочек вернуться домой. Чуть менее месяца спустя после исчезновения сестёр 22 января 1957 года, во время оттепеля после недавно прошедшего снегопада, рабочий по имени Леонард Прескотт заметил, как он тогда подумал, предметы телесного цвета. Эти предметы лежали за отбойником дороги в сельской местности, всего в 200 метрах восточнее границы округов. Поначалу, будучи не совсем уверенным в том, что именно он увидел, мужчина подумал, что этими предметами были манекены. Позднее он вернулся сюда уже вместе со своей женой Мэри. Женщина присмотрелась к предметам и тут же потеряла сознание. Это были не манекены. Это были голые, замёрзшие тела сестёр Граймс. Прескотт и немедленно сообщили о находке в полицию. Тела девочек лежали на плоском участке прямо за отбойником. Всего в трёх метрах от склона реки Дэвилс Крик. Барбара лежала на левой стороне, ноги были поджаты к туловищу. Патрисия лежала на спине. На её туловище лежала голова сестры, а её собственная голова была повёрнута направо. Скорее всего, девочек привезли сюда на машине и уложили за отбойником. На груди Барбары виднелись три раны, нанесённые орудием, похожим на нож для колки льда. На лице виднелся след от удара, нанесённого тупым предметом. На лице и теле Патрисии также были обнаружены многочисленные травмы. На место обнаружения привезли Джозефа Граймса, отца девочек. Он опознал своих дочерей. После опознания отцом более 160 полицейских из полицейских департаментов нескольких пригородов Чикаго при помощи большого числа местных добровольцев провели поиски на месте преступления и в прилегающем лесном заповеднике. В ходе поиска не было обнаружено никаких вещественных улик, относящихся к преступлению. Все обнаруженные предметы позднее были признаны не относящимися к этому преступлению. Позднее поиски были раскритикованы из-за того, что к ним были привлечены необученные добровольцы, которые могли затоптать возможные следы. Вскрытие тел проводилось на следующий день после их обнаружения. Вскрытие каждого тела проводилось тремя опытными патологоанатомами и длилось в среднем по 5 часов каждое. Однако определить точное время и причину смерти девочек так и не удалось. По содержимому желудков жертв эксперты определили, что наиболее вероятно, девочки погибли через 5 часов после того, как их последний раз видели в Брайтон-парке, то есть ночью 29 декабря. Причина смерти в каждом случае была определена как сочетание шока и внешних воздействий, хотя каждый патологоанатом пришел к этому выводу путем исключения других причин. Также эксперты пришли к выводу, что большинство ран были нанесены грызунами, а колотые раны нанесли уже после смерти девочек. На телах сестер не было обнаружено смертельных ран. Токсикологические отчеты подтвердили, что девочки не находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также не были отравлены. Ни один из предметов одежды так и не был найден, хотя патологоанатомы описали тела как абсолютно чистые. Вскрытие также показало, что Барбара незадолго до смерти вступала в половую связь, добровольно или насильственно – неизвестно. Хотя на теле следов изнасилования обнаружено не было. В свидетельствах о смерти обеих сестер в качестве причины смерти указано убийство. Фатальным фактором в обоих случаях был указан вторичный шок, возникший в результате воздействия низких температур. В результате чего температура тела каждой девочки снизилась ниже критического уровня, совместимого с жизнью. Один из коронеров, проводивших вскрытие, Уолтер МакКеррен, предположил, что тела сестер пролежали за отбойником в течение многих дней до обнаружения. Тела очень хорошо сохранились, учитывая временной интервал между исчезновением и обнаружением. МакКеррен также пришел к выводу, что тела девочек оставались незамеченными более трех недель, потому что 9 января этот район был покрыт слоем снега, а растаял этот снег всего за несколько дней до обнаружения тел. Несмотря на официальные выводы, главный следователь отделения коронера округа Кук, Гарри Глосс, не согласился с официально озвученным временем наступления смерти. Позже средством массовой информации он заявил, что многочисленные раны на телах девочек убедительно свидетельствуют о том, что они подверглись насилию, а не были погрызены животными. Глосс также утверждал, что тонкий слой льда, обнаруженный на телах сестер, указывает на то, что они, скорее всего, были живы, по крайней мере, до 7 января, поскольку только после этой даты выпало достаточно снега, который мог бы растаять от тепла тел девочек и впоследствии превратиться в лед. В дополнение к этому Глосс также заявил, что обе девочки подвергались постоянным изнасилованиям на протяжении того периода, пока они находились в плену. К этому выводу Глосс пришел, поскольку в вагинальной жидкости Патрисии были обнаружены следы семенной жидкости, а в желудке Барбары было обнаружено свернувшееся молоко, тогда как она не пила молоко ни дома в день исчезновения, ни в кинотеатре. Между днем, когда девочек в последний раз видели в театре Брайтон 28 декабря 1956 года и последующим обнаружением их тел 25 дней спустя, в полицейский департамент Чикаго поступали сообщения, что девочек неоднократно видели в разных пригородах Чикаго. Многие люди заявляли следователям, что видели девочек, садившихся в автобус Чикагского транспортного управления на Арчер-авеню. Они направлялись на восток, в центр города, после просмотра фильма. Среди тех, кто сообщил об этом наблюдении в полицию, был водитель автобуса. Сестры якобы вышли на Вестерн-авеню на полпути между театром и их домом, примерно в 23.05. Почему сестры вышли из автобуса на Вестерн-авеню, неизвестно. Молодой человек по имени Роджер Мэннерт сообщил следователям, что 28 декабря он ходил на тот же сеанс фильма и сидел позади Барбары и Патрисии. Он вышел из кинотеатра примерно за минуту до выхода сестер. Они шли за ним по Арчер-авеню, а потом рядом с сестрами остановился зеленый Бьюик последней модели. Девочки помедлили, но затем пошли дальше. Пройдя 42-ю улицу, сестры обогнали Роджера. За ними ехал черный Меркьюри 1949 года, в котором сидели двое парней. Затем автомобиль остановился, все четверо похихикали, и сестры пошли в направлении своего дома. Двое подростков по имени Эд Лорен и Эрл Застра сообщили следователям, что когда они ехали по Маккинли парк примерно в 23.30 28 декабря, они видели сестер, идущих по 35 улице. Обе хихикали и играли в догонялки, когда парни поравнялись с ними. Девочкам оставалось до дома не более двух кварталов. Охранник по имени Джек Франклин сообщил следователям, что утром 29 декабря показывал дорогу двум девочкам. Это было примерно через 12 часов после киносеанса. Позднее охранник подтвердил, что этими девочками были сестры Граймс. Он добавил, что единственная причина, по которой он вспомнил этот разговор, заключалась в том, что обе девочки были с ним одновременно грубы и риски. В тот же день, когда Франклин якобы показывал девочкам дорогу, подруга сестер по имени Джуди Барру сообщила, что видела, как в 14.30 сестры шли по Арчер-авеню. Одноклассница Патрисии, Кэтрин Борок, на 100% уверена, что видела Патрисию, когда та прошла мимо ресторана, внутри которого находилась Кэтрин. Это было днём 29 декабря. Патрисия находилась в компании двух неизвестных девушек. То же самое подтвердил и другой человек. Шесть часов спустя костерша кинотеатра Кларк в центральном районе Чикаго рассказала, что видела обеих сестёр около часа ночи. Проводник поезда по имени Бернард Нортон видел, как на поезд садились две девочки на севере пригорода Гленвью округа Кук. По словам мужчины, девочки разыскивали двух моряков по имени Терри и Ларри. 30 декабря в 5.40 утра хозяин ресторана увидел обеих девочек, причём Патрисия была очень пьяна или неважно себя чувствовала, поскольку шла, сильно шатаясь. Её сопровождал мужчина по имени Эдвард Бэдвелл, который впоследствии станет подозреваемым. Это было на расстоянии 5,5 миль от Театра Брайтон. Служащий отеля Клэрмонд, когда увидел тела девочек в морге, сказал, что эти девочки заселялись в отель 30 декабря. 1 января 1957 года девочек видели садившимися в автобус на Дэймон-авеню. На следующей неделе ночной служащий отеля Юнити, расположенного по западной 61-й улице, отказался заселить двух девочек в отель, поскольку они были слишком юными для проживания без взрослых сопровождающих. Он считает, что этими девочками были сестры Граймс. 3 января трое рабочих в магазин в Инглвуде видели обеих сестер. Они слушали песни Элвиса Пресли на музыкальном автомате. 17 января женщина по имени Пёрл Невилл рассказала, что 9 января встретила обеих сестер в Нэшвилле. Они вместе отправлялись на биржу труда, чтобы подыскать себе работу. По словам женщины, обе девочки выглядели неряшливо и уставшими. Сотрудник биржи труда позднее опознал сестер по фотографиям, а также вспомнил, что при заполнении анкет обе девочки использовали фамилию Граймс. Рано утром 14 января родители одноклассницы Патрисии Граймс Сандры Толстон получили два анонимных телефонных звонка. Во время первого звонка на другом конце провода никто не ответил. Во время второго звонка 15 минут спустя мама Сандры услышала испуганный и подавленный молодой женский голос. Это ты, Сандра? А Сандра здесь? Пока мама ходила звать дочь к телефону, на другом конце уже повесили трубку. По соображениям женщина звонила Патрисия Граймс. После того, как 19 января Элвис Пресли выступил на радио и телевидении, призывая девочек вернуться домой, журналистка Chicago Sun Times Энн Лендерс получила анонимное письмо предположительно написанное девочкой, которая якобы видела, как сестер силой затащил в машину молодой человек в ночи их исчезновения. Хотя в письме был написан регистрационный номер его автомобиля, все попытки полиции отыскать этого человека не принесли результатов. Автора этого письма тоже найти не удалось, а полное содержание этого письма никогда не раскрывалось. Первым подозреваемым стал 20-летний бродяга Эдвард Ли Бедвелл, которого выгнали из дома в ноябре 1956 года. Он зарабатывал деньги, мою посуду в ресторанах в бедных районах Чикаго. Бедвелл был высок и имел некоторое внешнее сходство с Элвисом Пресли. Владельцы ресторана, в котором работал Бедвелл, сообщили, что 30 декабря он и еще один молодой человек находились в помещении ресторана в компании двух девочек, внешне похожих на сестер Граймс. Владельцы ресторана рассказали об этом полицейским 24 января. Бедвелл был арестован и допрашивался на протяжении трех дней. Первоначально Эдвард Бедвелл настаивал на том, что владельцы ресторана ошиблись насчет девочек. Однако 27 января 1957 года ему были предъявлены обвинения в убийстве после того, как он написал признание на 14 листах. В этом признании сообщалось, что он и его 28-летний знакомый по имени Уильям Виллингем на самом деле 30 декабря находились в компании сестер Граймс. Они находились вчетвером до 7 января. Обычно они вместе выпивали в различных забегаловках в Эст-Мэдисон-стрит. Все было добровольно. Но через несколько дней, после того, как молодые люди накормили девочек хот-догами, они сильно избили сестер, а затем бросили их обнаженные тела в засыпанную снегом канаву, Это произошло после сексуальных домогательств и последующем отказе сестер вступить с парнями в интимную близость. Прочитав признание Бедвелла, Лоретта Граймс выкрикнула «Это все ложь. Мои девочки никогда не бывали на Уэст-Мэдисон-стрит. Они даже не знают, где это». Уильлингем подтвердил, что рано утром 30 декабря находился в компании Бедвелла и двух девочек, но отрицал, что это были сестры Граймс. Он также в эмоциональной форме отверг любую причастность к убийствам. Позднее и сам Бедвелл отказался от своего признания, заявив, что после четырехдневного допроса предположил, что если во всем признается, то его отпустят. Отчеты о вскрытии также опровергли признание Бедвелла, поскольку в пищеварительном тракте девочек не было обнаружено алкоголей и хот-догов. Также на их телах не было следов избиения. Кроме того, как известно, Бедвелл подрабатывал еще в одной компании. Там он находился с 16.19 28 декабря по 12.30 29 декабря, то есть во время вероятного похищения сестер. А также в день убийства, который он назвал в признании, он был на работе в совсем другом пригороде Чикаго. 6 февраля Бедвелл был освобожден под залог в размере 20 тысяч долларов, выплаченный неким человеком из Шампейна или Нойс. В том же году, когда его оправдали, Бедвелл предстанет перед судом и затем будет оправдан за изнасилование 13-летней девочки Вокхилле, Флорида, в 1956 году. Эдвард Бедвелл скончался в 1972 году. Главный следователь офиса коронера округа Кук Гарри Глосс был твердо убежден, что главным подозреваемым по делу был человек по имени Эдвард Бедвелл. Глосс утверждал, что следы ран, обнаруженные на телах девочек при вскрытии, не были должным образом исследованы или учтены. Он также настаивал на своем мнении о том, что раны и следы нападения были доказательством того, что девочки были избиты до их убийства и вместе с доказательствами сексуальной активности соответствовали заявлениям Бедвелла во время его допроса в январе 1957 года. Глосс также утверждал, что следователи отказались раскрыть эти и, возможно, другие зловещие подробности дела из-за возможного желания защитить репутацию девочек и пощадить чувства их матери. Подобные обвинения будут повторяться в последующие годы другими людьми, некоторые из которых утверждали, что видели исходные материалы дела и опрашивали многочисленных местных жителей, которые утверждали, что обе девочки имели привычки проводить свободное время рядом с барами на 36-й улице и Арчер-авеню, где они регулярно уговаривали пожилых мужчин покупать им алкогольные напитки, которые те, в свою очередь, выносили им на улицу. Несмотря на то, что Глосс настаивал, что патологоанатомы забрали тела девочек с Мэдисон-стрит и привели их в пригодный вид, следователи, связанные с этим делом, продолжали настаивать на том, что не было никаких доказательств дурной репутации девочек или следов изнасилования перед смертью. После того, как Глосс отказался поменять свои заявления, он был уволен коронером. Глосс настаивал на том, что его увольнение было политически мотивировано. Тем не менее, на место Глосса придет шериф Джозеф де Ломан, который согласился с убеждением Глосса в том, что девочки, вероятно, были избиты и подвергнуты пыткам со стороны насильника, который заманил их в свою машину под невинным предлогом. Вторым подозреваемым стал 17-летний Макс Флик. Сначала он был одним из главных подозреваемых. Его хотели проверить на полиграфе, но законы штата Иллинойс не допускают применения подобных мер к несовершеннолетним. Тем не менее, капитан полиции убедил подростка пройти неофициальную проверку на полиграфе. Эта проверка показала, что сестер убил именно Флик. В этом признался и сам Флик. Однако, не имея возможности провести такую проверку официально и ввиду отсутствия на месте преступления вещественных доказательств, полицейским пришлось отпустить Макса Флига, не предъявив ему никаких обвинений. Позднее Флига все же посадили в тюрьму, но за убийство другой молодой женщины. В течение нескольких недель, что прошли после исчезновения сестер и последующем обнаружении их тел, мама девочек Лоретта Граймс не могла работать, поэтому потратила все деньги, которые нужны ей были для воспитания других детей и внесения платы за жилье. Друзья и соседи Граймсов, а также одноклассники и учителя сестер организовали сбор денег для семьи. Также деньги собирались при содействии местных СМИ и администрации. Принимались любые суммы от 50 центов до 500 долларов. В итоге была собрана большая сумма, которая пошла и на внесение платежей за жилье и на похороны девочек. После проведения поминок и мессы 28 января 1957 года девочки были похоронены. Похоронное агентство не стало брать с ее матери денег за услуги. В мае 1957 года Лоретта Граймс получила анонимный телефонный звонок. Звонивший уверял, что раздел и убил ее дочерей. Хотя семье Граймсов после исчезновения девочек поступали многочисленные телефонные звонки-розыгрыши, этот конкретный звонивший, высмеяв попытки полиции возложить вину на таких подозреваемых как Эдвард Бэдвелл, закончил свой телефонный разговор информацией, указывающей на то, что он действительно мог быть преступником. Я знаю о вашей маленькой девочке, то, чего не знает никто, даже полиция. У самой младшей на ногах скрещены пальцы. Затем звонивший засмеялся и повесил трубку. Спустя год после убийства дочерей Лоретта Граймс заявила, что ее дочери знали убийцу. Даже если бы на улице было невносимо холодно, они ни за что бы не сели в машину к незнакомцу. Шериф округа Кук предполагал, что сестер избивал, пытал, а затем убил насильник, который заманил их в свою машину. И этот насильник умер в 1969 году. В 2013 году офицер полиции Вест-Чикаго в отставке по имени Рэймонд Джонсон начал собственное расследование этого дела. Джонсон, которого теперь называют экспертом в этом деле, заинтересовался данным загадочным убийством в 2010 году, когда работал над книгой, в которой писал об истории города. Детально изучив дело, Джонсон заявил, что дело может быть раскрыто, но для этого нужна общественная поддержка. Он полагал, что девочек убил 23-летний детоубийца Чарльз Лерой Мелквист. В 1957 году на него пали подозрения в причастности к делу. Мелквист был осужден в сентябре 1958 года за убийство 15-летней девочки Бонни Ли Скотт, с которой ранее был знаком. Ее обезглавленное тело было обнаружено через два месяца после ее исчезновения, менее чем в 10 милях от места обнаружения тел сестер Граймс. Исследуя тело этой девочки, следователи заметили раны, схожие с ранами на телах сестер. Тем не менее, Мелквиста не допрашивали как потенциального подозреваемого в деле сестер. Через день после обнаружения тела Бонни Скотт, Лоретта Граймс получила телефонный звонок. Звонивший сказал, что является убийцей Бонни. Я совершил еще одно идеальное преступление. Еще одно, которое копы не смогут раскрыть. По утверждениям Лоретты, это был тот же самый человек, который звонил ей в мае 1957 года, когда сообщил о скрещенных пальцах на ногах дочери. Я никогда не забуду этот голос, сказала Лоретта. Чарльзу Мелквисту не предъявляли обвинения по делу об убийстве сестер Граймс. Он скончался в 2010 году. Тем временем, дело о чудовищном двойном убийстве сестер Граймс до сих пор имеет статус открытого и становится еще одним загадочным нераскрытым преступлением в копилке неразгаданных тайн. Продолжение следует...